Накануне в области избирали не только губернаторов, но в ряде районов шли выборы в различные органы местного самоуправления. Итоги сегодня прокомментировали в региональном отделении партии «Единая Россия». Насрочные выборы главы региона прошли открыто и справедливо, отметила секретарь регионального отделения партии Елена Писарева. Церемония вступления в должность избранного губернатора состоится в октябре. Андрей Сергеевич выиграл с достаточно хорошим отрывом от оппозиции. Но, соответственно, мы понимаем, что все парламентские партии участвовали в выборной кампании. У нас были представители от КПРФ Ольга Анатольевна Ефимова, от ЛДПР Антона Георгиевича Морозова, от «Справедливая Россия» Михаила Александровича Панова. И были патриоты России, представители Николай Ивановича Захарова. Соответственно, вот парламентские партии, они были представлены, и каждый человек имел право проголосовать. Либо за партию, если он не знает кандидата, либо уже за кандидата. Как считает Елена Писарева, агитационные кампании всех кандидатов были активными. Что касается «Единой России» и Андрея Никитина, то это многочисленные круглые столы, встречи с общественностью, форумы. Одним словом, диалог с жителями области в разных ее уголках. Но выбирали накануне не только губернатора. В районах жители отдавали свои голоса за новых глав сельских поселений и депутатов. По итогам, из 17 мандатов 12 за представителями «Единой России». Один кандидат от партии снял свою кандидатуру по состоянию здоровья. Всем победителям Елена Писарева пожелала не забывать о главном. Самое главное, чтобы люди работали. Самое главное, чтобы они работали не для себя, а для людей. Потому что если тебя выбирают главой, ведь знаете, быть главой, это с одной стороны, да, это почетно, но с другой стороны, это ответственность, которую, извините, не каждый может на себя взять. Напомним, выборы сельских глав и депутатов городских поселений прошли в Ботецком, Боровическом, Балдайском, Солецком, Хвойнинском и Шимском районах. В большинстве избирательных участков, где побывали представители «Единой России», отметили высокий уровень организации процесса и добродушную атмосферу. Юлия Бабич, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.